Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений, я живу в Санкт-Петербурге. Сегодня расскажу вам, сколько я заработал. Отчетный период январь, месяц 2023 года. Господи, уже целый месяц прошел. Я еще недавно в Москву ездил, мы с вами включали Новый год, да. Видео снимали, цели ставили. Уже месяц прошел. Друзья, время бежит просто вот. Ой, ребята, что делать, да? А, Боже, у меня для вас такая новость. Ну такая новость, Боже мой, я... Ну я дотерплю до конца, расскажу вам, что это. Друзья, иду к своей... Моим целям, да, которые мы с вами ставили в начале этого года. Ладно, друзья, кто на канале первый раз, значит, я работаю менеджером интернет-магазина. График работы у меня 2 через 2 по 12 часов. Ребята, 2 дня из жизни просто выпадают, потому что дорога, работа целый день, да, дом. Спать, и опять то же самое. Друзья, ну вот в таком режиме, зато есть 2 дня свободных, когда можно вам поснимать видео. А я это делаю в группе. Ладненько, сколько в таком режиме, на такой должности я заработал за январь месяц? Сразу предупреждаю, кто напишет, мало, для мужика мало зарабатываешь, посмотрите, пожалуйста, мое предыдущее видео. Снимал месяц назад, отчетный период, декабрь 2022 года. Сколько я там заработал, друзья? Сразу станет все понятно, почему в этом месяце зарплата маленькая. Значит так, друзья, ну давайте, пробежимте по деньгам. Ой, зарплата, ребят, на самом деле слезы, слезы пришли. Ну я выкрутился, где-то на ютубчике, где-то на дзене. Давайте по порядку вам все расскажу, сколько я заработал. Знаете, смотрите, так как в декабре пришла большая зарплата, в январе, седьмого числа деньги не пришли. Понимаете почему? Кто смотрел предыдущее видео, поняли, да? Мне только, друзья, 23 января пришел аванс в размере, сколько аванс пришел? 16 836 рублей. И 31 января пришел годовой бонус. Ага, ага, да. Сейчас я покажу вам, что там. Годовой бонус пришел в размере 21 139 рублей. То есть в декабре была первая часть, а в январе компания платит уже по результатам работы всего 2022 года прошедшего, да? Заплатили мне вот такую сумму. Неплохо, друзья, неплохо. Спасибо большое, что у нас есть годовой бонус. Ребята, он так выручает. Вот эти 21 тысяча, они вот так встать и были. Они вот так смачно зашли мне. Я их так хорошо потратил, ребята. Ладненько, значит, смотрите. Ой, вода у меня упала. Значит, смотрите, ребят, общая сумма зарплаты у меня в этом месяце вышла 37 975 рублей. Помимо этого, друзья, вы знаете, что у меня несколько источников дохода. Ну, давайте считать. Первое. Мне перечисляли люди вот просто так. Вот кто-то, мои внизу контакты, да, телефон. И кто-то просто на Сбербанк переводил мне небольшие суммы. Но один раз пришла сумма. Ого-го, ребята. Вы мне просили сказать, Женька, скажи, сколько перечислили тебе денег. Ребята, много. Реально много денег перечислили. Я их сразу снял и положил на ипотеку. Потом, я еще проводил стрим. На стриме тоже вы мне переводили небольшие. Ну, кто сколько смог? Кто 15 рублей? Кто 100? Спасибо большое, ребята. Спасибо. Многие написали, типа, мало перевели. Ребята, я когда снял деньги после стрима, да, я вот держу в руках тысячу рублей и думаю, боже мой, неужели, неужели это возможно, что мне кто-то перевел деньги, я иду кладу на свой кредит. Ребята, это такая мистика. Я не знаю, мне кажется, что это не со мной происходит. В общем, я тысячу, которую вы перевели мне на стримах, положил на ипотеку. И писали, кстати, Женя, ты обманываешь, не платишь налог за деньги, которые переводят на стриме. Значит, как говорила моя учительница, для особо одаренных. Показываю, вот смотрите, ребята, вот, видите, это чеки, которые сформированы у меня в приложении. Все, с каждой суммой я плачу налог. Делаю для того, чтобы спать спокойно и вам открыто об этом здесь рассказывать, чтобы не утаить где-то. Спокойно сказал, 4%, ребята, 4%, заплатил и забыл. По каждому специально нанесет, только выборочно, чтобы вы, ну, ребят, не готов я показать сумму, которую мне перечислить, да-да. С нее я заплатил налог, она большая. Ну, ребята, становитесь блогерами. Вот, мой мотив. Становитесь блогерами, снимайте, рассказывайте людям, делитесь опытом. И вы увидите, на что вы можете зарабатывать. Пусть 10 рублей, пусть 100 рублей в месяц. Но с каждым разом это все выше, 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 выше. Вот. Замухи тут летают. В феврале месяце. Маркиз. Ой. Ладно, ребята, продолжаем дальше. Маркиз. Маркиз здесь рядом, смотрите. Так всегда. Во. Любимый котик, любимый. Блогер наш маленький. Блогер, кормилец мой. Люблю Маркиза. Люблю. Все. Животик поцеловал. Давайте продолжим дальше. Так. По Ютубу хочу еще остановиться. По доходам. Значит, смотрите. В этом месяце, вообще, я поставил себе план такой, да. Каждый день я загружаю короткое видео-шорт на канал. Обязательно, да. И три раза в неделю загружаю ролик. То есть, для того, чтобы не выматывать себя. Вы знаете, когда я был в отпуске, я грузил ролики каждый день. Я не мог остановиться. Все равно я снимал, снимал, снимал. И, короче, я понял, что, ну, я просто скоро. Ку-ку. Скоро у вашего корыша напоит крыша. Поэтому я себе четко выделил границы. Три ролика в неделю. И дальше нельзя. Все. Занимайся другими делами. В общем, ребята. Целый месяц я следовал этим планом. То есть, раз в день шорт и три ролика в неделю. И я хочу вам показать, что случилось на канале. Чтобы вы увидели результаты. Ребята, внимание. Смотрите. Я набрал практически миллион просмотров. Друзья, для меня это вообще шок. Невозможно. Ну, как можно миллион просмотров набрать? Ребята, почти миллион просмотров за месяц. Сколько мне заплатил за это Ютуб? Хорошо? Интересно вам, да? Друзья. Многие же пишут. Монетизация отключена. Нет смысла снимать. Друзья, показываю. Вот смотрите. Сколько мне заплатил Ютуб? Видите сумму? Это в долларах. Да, я ее не могу снять. Из-за санкций. Не могу снять, ребята. Ну, вернее. Можно идти банк. Райфайзинг банк помогает вывести деньги. Но я решил, пусть пока копятся. Там эти баксы, да? Кто знает? Может там опять случится что-нибудь такое интересное. И доллары хотя бы на пару дней станут 150 рублей. Ребята, я буду счастлив. Коршун, накаркаешь, да? Ребята, в общем, вы поняли, да? Особенно люди, которые живут в Казахстане, Молдова мне пишет, да? Другие постсоветские страны. Ребята, у вас даже санкций нет. Вы понимаете, что вам Ютуб будет переводить деньги, и вы их будете без проблем выводить? Это у меня тут целый квест, чтобы это сделать. Вам вообще проще. Поэтому, и опять же, я смотрю по аналитике. Да, мне не платят за просмотры на территории России. Белоруссия, Молдова, Украина, Казахстан. То есть там платят, там крутится реклама. Поэтому, если вы снимаете тоже Молдову, Молдову, да? Молдову, извините, ребята, если я правильно говорю. То вам, соответственно, еще больше будут платить, чем мне здесь. Потому что у меня, друзья, по-моему, слушайте, не посмотрел статистику, но больше 50% точно просмотров идут с России. Ну и что, ребята? Главное удовольствие. Ловите удовольствие, получается, вот этот кайф от общения с людьми. Значит, ладно, разобрались, да? С доходами, как блогера. Еще хочу вам сказать, значит, по поводу Дзена, да? Есть такое приложение Яндекс.Дзен. Оно активно развивается. Оно меня, как блогера, очень радует. Там у меня стабильно идет на Дзене рост. То есть я дублирую контент. Часть на Ютуб, часть на Дзена. Какие-то посты, статьи пишу на Дзен. Раз в неделю выкладываю статьи. Немного платит. В общем, я хочу вам снять отдельное видео, показать, сколько мне сегодня платит Дзен. Прямо разложить по полочкам, сколько вот за видео, сколько за посты, сколько за статьи. Вывести деньги с Дзена, да? Имейте в виду, друзья, если вы блогер, обязательно, обязательно сегодня занимайте, еще дублируйте контент на Яндекс.Дзен. Платит неплохо, ребята. Сниму отдельный ролик и покажу вам. И вот еще новость, новость. Друзья, сейчас, сейчас воды попью. Не эта новость, не эта. Это вообще, это на горяченькой оставим. Новость. Значит, я снимаю видео, где отвечаю на комментарии. Это видео будет выходить, я сюда могу выкладывать только три ролика в неделю, ребята. Все, больше не могу. Такие правила. Дальше по рукам себе даю, если хочу больше выложить. Значит, видео, как я отвечаю на комментарии ваши, я выкладываю только на Яндекс.Дзене. Так что, кому интересно, подписывайтесь. Он также называется Коршуны Санкт-Петербурга. Я когда снимал видео, где отвечал на комментарии, кого-то там пух и прах, потом люди мне писали, обижали. Женя, никто не имел в виду. Еще. Друзья, я вам так скажу, что люди, которые меня поддерживают, как правило, ну, это вот, ну, это одни и те же. Люди, которые постоянно чем-то недовольны, которые меня там отдыхают. Опять же, одни и те же. Так что, такие дела. Значит, так-так-так. Про Дзен разобрались, да? Там будут периодически выходить ролики в дополнение ко всему, про то, как я отвечаю на ваши комментарии. По стримам еще хотел сказать вам, да, и уже буду хвастаться вам подарком. Сейчас, сейчас, ребята, про все рассказал. Да, по стримам. Ребят, я поставил план, что в конце каждого месяца я буду выкладывать стрим. В этот раз получился, ну, скажу честно, хуже не бывает, да? Во-первых, пропадала связь. Я там заикался. Во-вторых, в смысле интернет нестабильный был, да? Соответственно, я пересматривал, у меня было дикое желание просто удалить, все снести. Господи, страх, боже. Ладно. Во-вторых, из-за того, что пропадал интернет, получился не один стрим, а два стрима, два видео. И, в-третьих, самоболезненно, конечно, мне хотелось оформить как-то классно, прикольно, для того, чтобы когда кто-то переводит денежку, там какой-то черт выскакивал, либо какая-то музыка играла. Друзья, ну, технически для меня сейчас это сложно. Я подсчитываю информацию, пытаюсь настроить, но не обещаю, что будет так весело, как хотелось бы мне. Но, в любом случае, имейте в виду, что желание у меня как-то улучшить вот этот процесс сам стриминга, да? Оно есть, это желание. Я постараюсь поработать в этом направлении, чтобы в конце февраля месяца мы уже с вами как-то более интересно все прошло. Хорошо, ребята? В любом случае, спасибо, что очень много поддержки пришло после стрима. Многие написали, типа, Женька, классно, им так понравилось, столько позитива. Ты так мотивируешь меня. Спасибо, я вас мотивирую, а вы меня. Сами понимаете, когда человеку говоришь, что ты классный, ты клевый, ты мотивируешься, ты, естественно, у тебя появляется еще больше энергии, еще уверенность в тебе еще сильнее становится, да? И ты начинаешь выдавать контент еще больше, да? Поэтому все взаимосвязано. Ну что, я вам все рассказал, да? Так, 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 сейчас, друзья, сейчас, 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 насчет ютуба рассказал. Блогерами, становитесь срочно, ребята, становитесь блогерами, пожалуйста. Не упускайте возможности, не упускайте. Я всем своим знакомым, всем друзьям говорю, ну возьми ты камеру, ну снимай, ну показывай ты людям свою жизнь, ну чего ты, чего ты, начнешь зарабатывать, ну нет, я никому не интересен, кому-то надо. Самое ужасное, что я тоже так думал, ребята. Ладно. А, ну и планы на будущее и хвастаюсь подарком. Значит, смотрите, в ближайшее время я сниму видео про цены на квартиры в Кронштадте, поеду туда документы делать, заодно вам покажу видео, да? И про светофор, ребята, очень хорошо заходит видео про светофор. Я иногда там что-то покупаю вкусненько, потом дегустирую с вами, ребята, аааа, ну что, что-то. В общем, друзья, вот это планы на будущее. Ну что? Итак, 31 числа мне приходит годовой бонус. Когда я снимал видео, где ставил планы на 2023 год, вот я сказал, друзья, я хочу себе поменять, купить, поменять камеру, не на телефон снимать, а купить камеру качественную. Сказал конкретно, какую модель хочу. Чертко сказал, Sony X300. Помните? Пересмотрите, пожалуйста, это видео. Это к тому, что значит, что ты четко поставил, вот цель, вот модель, вот хочу эту вещь, ребята. Я надеюсь, вы тоже так сделали. Я каждый попросил ставить цели. Друзья, смотрите, ребята, камера, знаете, я так о ней мечтал, я так ее хотел, ребята, это вообще-то, я наверное год мечтал о этой камере, все, вы ее видите. Ладно, да, я хотел купить новую камеру, честно. Какие-то мучи разлетались. Ладно, я хотел купить новую камеру, но мне не хватило денег, поэтому я вынужден был купить ее на Авито. И вместе с тем, пусть даже на Авито, но она у меня есть, ребята. Поэтому ближайшее видео, я уверен, они будут более качественные. Сейчас я, кстати, поэкспериментирую вам что-нибудь сниму хорошо к концу видео, помимо этого, значит, идет дополнительный аккумулятор, да, и вот такая палка, ребята. Я попал человек на Авито, значит, он мне дал эту палку бесплатно. И как она работает, я не понимаю, ребята, я ее зарядила, ну, не работает она, я не знаю, может она сломана, я не могу разобраться, ребята, как работает эта палка. Вот это стабилизатор, то есть я даже могу поставить телефон вот сюда, да, ой, сейчас, ребят, нож чешется, не могу. Маркиза шерсть, видимо, попала. Значит, поставить свой телефон, да, и вот как бы ты ходишь, тебя снимаешь, и телефон ловит тебя, то есть нету дребезжания. Но как работать, пока я не разобрался. По поводу, значит, а, ну и зарядка у меня, конечно. Значит, как я покупал эту камеру, ребята, значит, смотрите, естественно, на Авито мне страшно. Ну, 20 тысяч рублей, друзья, реально 20 тысяч рублей. Значит, я начинаю там писать, объявления разные, кто-то за 18, кто-то за 25 продавал, я, соответственно, пишу, звонит мне мужик. Я сразу понял, что вот, крутой. То есть вот фильм «Бандитский Петербург» реально, я понял, снят на реальных событиях, да. То есть звонит мужик, че, да, че, давай-ка подъеду там, короче. Я говорю, а если вы приедете, вам не понравится. Да что, понравится, давай, где там? Я говорю, ну это там-то, там-то приезжайте. Он приехал, короче, ребята, на очень крутой машине. Я не знаю, я не понимаю, машина, вы знаете, я не водитель, но она была реально крутая машина. Во-первых, во-вторых, он остановился посреди дороги. Я его прошу, давайте мы отъедем в сторону, мы мешаем движению. Ничего страшного. Я говорю, ну мне надо спокойно выбрать, надо сигналить, фарами мигать. Короче, уговорил его отъехать. Мы отъехали, то есть, когда я сел в машину, у меня возникло одно желание просто отдать ему карточку, телефон, вот просто все отдать, скажет, пожалуйста, пожалуйста, можно я пойду домой, пожалуйста, извините, извините маленького мальчика, я просто вот случайно к вам сел в машинку, все, забирайте, только отпустите меня. То есть, я понял, что человек реально просто, ну, он не то, что был, как вам, как-то выразиться-то, он не то, что был, как-то со мной вел дерзко, я просто понял, что с такими людьми нужно быть аккуратными, вот, вот так. Ладно, все, он отдал мне, все хорошо, то есть, я, может, кто-то покупал, все нормально, камера рабочая, никто меня там не пытал в машине этой, деньги я ему отдал, все, я счастлив, так что камеру я себе купил. Цель достигнута, ребят, все. Это такая радость, это такая радость, но я немножко побаиваюсь на нее снимать, в том плане, что, как вам сказать, я привык к телефону, я снимаю на телефон и вижу себя, да, могу пересмотреть, а здесь я вот сейчас снимаю, да, я просто говорю в коробку, вот просто вот эту камеру говорю, не понимаю, снимаю, у меня один раз сел аккумулятор, а я траля-ля-ля-ля, потом смотрю, аккумулятор сел, он не работает, как бы я там траля-ля-ля-ля-ля, понимаете, да, поэтому я как-то побаиваюсь идти, ну, надо, надо тебя заставлять идти и снимать уже видео, хорошо? Вот такие, друзья, мои дела, это радостное событие для меня, это вот прям, ну, я долго этого хотел, очень долго этого хотел, в общем, друзья, давайте сейчас я включу камеру и вам что-нибудь сниму, а что я вам сниму? А, о, что я сниму, короче, ребята, соседка моя пошла в светофор, здесь купила мне какое-то средство для стекла, я вам сейчас покажу, скажу, ребята, хорошо, ну что, все, все, сейчас я включаю, подождите, так, друзья, смотрите, все, знаете, здесь телефон выключаю, да, а сейчас с вами переходим сюда, все здесь телефон выключаю, да, а сейчас с вами переходим сюда так друзья вот видите я говорю я себя не вижу я не понимаю что пишу я не пишу а лампочка красный глядит вроде пишу маркиз посмотрите на маркизу маркиз улыбнись друзьям нашим что ты у тебя сел в цветочки хочешь залезть в общем друзья ладно вот так я иду 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 я сейчас иду а у меня рука трясется я не понимаю то есть как бы как я снимаю в общем ребята этот свет ну я счастлив так о кошмар сейчас пожаловаться и сегодня ребята ну не то что я встал и забыл то что у меня в стиральной машине белье и сейчас начался снимать видео у меня белье поэтому на дорогом электричестве поставил сушилку я сейчас отключу и еще кое-что хочу показать ребята смотрите у маркиза есть вот такая лежанка да ну вы знаете да кто смотрит давно на холодильнике я ее постирал слушайте сейчас скажу я стирал 20 градусов сколько шерсти ребята это ж охренеть ужас ужас ладно вроде бы она не развалилась я постирал постирал короче так друзья давайте я покажу вам средство которое мне купила соседка кстати куда она делась подождите а все вижу светофоре такое средство я купила слово совсем ничего что водой просто попрыскает на стекла и потом пытаться помочь вот такие дела посмотрите что ты там в космос собираюсь маркизла твоя шерсть я постирал эту лежанку смотрите друзья она везде это шерсть везде тренять собрался и что опять вот вот друзья ой друзья смотрите вот я достал после со стиральной машины вам видно что качество видео станет лучше лучше я заработал на это я старался я работал для того чтобы позволить купить себе вот эту камеру конечно мне не жалко денег честно 20 тысяч они заработали не кредит просто почему даже на вид покупал когда я боялся что я сейчас потрачу деньги а потом по факту даже не работать будьте еще что-то очень такие друзья мои дела спасибо что смотрите меня до мотивирующая фраза в конце обязательно пальцы вверх я я вас мотивирую вы меня в общем друзья надолго не прощаюсь на днях сниму новое видео люблю обнимаю спасибо что мы состоим вот вместе с вами в большом таком дружном коллективе еще раз люблю вас каждого до скорой встречи ребята скоро увидимся скоро сниму новое видео так что пока пока ребят пока